Всем привет, всем добрый вечер. Мы начинаем очередную игру седьмой домовины. Сегодня второй тур. Встречаются Константин Соловьев, Иван Пахомов и Георгий Коколия. Игроки, которые в первом туре заняли в своих боях вторые места. Сегодня будут выбирать лучшего. Стараются подняться повыше. Ознакомьтесь с темами. Тема это обыкновенная матрица. И начнет Константин. Это слово переводится с «Africans» как «раздельное существование». Партеид. Партеид. А вы стоп, а у меня это... ладно. А считается, что последний подтвержденный его случай произошел 21 марта 81-го, Костя. Суд Линча. Да, суд Линча. А можно на паузу, секунду, секунду. Можно. У меня почти на экране только пять тем, это пять строчек с темами отображается. Что надо сделать? А у нас пять и есть. Пять. А, ладно, я просто не увидел первое, когда соединяюсь. Пять темы есть у нас. Три раунда по пять. Радикальный феминистский Валерий Саланос, выдвинувший теорию о биологическом превосходстве женщин, все-таки наибольшую известность принесло покушение на жизнь этого... Инди Орхова. На Инди Орхова. Да, стреляла. Бывший игрок команд NFL New York Giants и St. Louis Rams Джейнсон Сихорн был последним на данный момент таким игроком, регулярно выходившим в стартовом составе на позиции корнербэка. Частный. Частный. Он был последним белым, после него только чернокожие были. 25 августа 59-го года он был избитый и арестован полицейскими сразу после выступления своего секстета, несмотря даже на наличие афиши с фотографией у входа. А ведь всего неделю, как записал Kind of Blue, регулярно включаемый в списки лучших джазовых альбомов всех времен. Камайлз Дэвис. При обороне Царицына в 1918-м произошел первый открытый конфликт между этими двумя политическими деятелями. Константин. Сталин Трубский. Да. Что интересно, в комиссии «Спортсмог Россию пока представляют только спортсмены, связанные…» Георгий. Исимбаева. Нет. С Волгоградом. Сейчас это прыгунья с шестом Елена Исимбаева. А до нее этот выпускник Волгоградского института физкультуры, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию. Это Александр Попо. Существовавший на территории города с конца 19 века до начала Великой Отечественной войны Нобелевский городок был построен для рабочих этой отрасли промышленности. Георгий? Нефтегазовый. Нефтепромышленный, да. Но в СССР назвалась «Нефтегалавна». Зачет, зачет, да. Согласно мифологии вселенной Марвел, она родилась зимой в Сталинграде, была балериной, вышла замуж за пилота-испытателя, работала на КГБ. После одной из миссий осталась... Костя? Наташа Романов. Да, или «Черная вдова». Одним из самых шокировавших публику произведений на первой выставке объединения «Бубновый валет» стал автопортрет и портрет Петра Кончаловского, написанный этим уроженцем одной из станиц Ирюпинского района. Наверное, так и останется взятой только Наташей Степуриной этот вопрос. Основоположник аэродинамики Николай Жуковский говорил, в ней и есть своя красота, как в живописи и поэзии. Напомню, матрица-тема. Это математика. Фестивали счастья ежегодно проводятся в Японии и посвящены этому цветку. Георгий. Слизантема. Слизантема. Да, да, правильно. Высшая точка Центральной Америки, вулкан Тахумулька, расположенный на территории этой страны. Гватемала? Да. Жак Ив Кусто пишет, что в деревнях Сандвичевых островов одним из самых почитаемых был он, что вполне логично. Не волка же рыболовом выбирать. Тотем Акулы. Министра труда Саратовской области уволили после скандального интервью о прожиточном минимуме. Основным поводом для увольнения стал этот совет малоимущим. Она посоветовала в интервью, ешьте макарошки. В Санта-Барбаре чаще всего менялось лицо этого героя. Психологи считают, что в перевернутом виде логотип этой компании напоминает женские груди, что подсознательно. Георгий. Макдональдс? Да. Будути женой филиппинского диктатора, бывшая королева красоты Эмельда Маркас, опасаясь покушений, имела в гардеробе несколько моделей их... Бронежилетов? Нет. А. Иван? А пусть будет бронелифчик. Извините, микрофон не включил. Да, бронелифчики, поле непробиваемые бюстгальчеры. А, что, я выбираю. Да, продолжаем. Во время перерыва Супербола в 2004 году эта певица на выступлении засветила грудь, за что потом ее несколько раз привлекли к суду. Я забыли, я не помню. Помог ей Джастин Тимберлейк. А была эта Джанет Джексон. У Рубенса, Караваджо, Грёза и многих других художников есть картины со схожим сюжетом. Женщина кормит грудью бородатого безобразного старика, иногда связанного. Описанный сюжет из древнеримской истории носит такое название. Называется римское милосердие или отслюбие римлянки. Не желая рекламировать на Олимпиаде рибок, Майкл Джордан на церемонии награждения скрыл логотип компании им... Мечом? Нет. Он накрылся американским флагом. У него был рекламный контракт с Найком. Образцом скрытой рекламы в кино считается фильм Роберта Земекиса. Логотип этой компании, оказывающей определенные услуги, попадает в кадр 51 раз, но смотрится вполне органично, ведь является частью драматической истории. Это Федекс, фильм «Ивгой», соответственно. Этот город знаменит не только тем, что рядом с ним родился Вергилий, но и как место, где скрывался Ромео в трагедии Шекспира. Это Мантуя. Иван. После поста отделя Скрипалей, лишился эквадорского покровительства этот... Тасанш. Тасанш. Под псевдонимами Феофилакта Косичкина и Ивана Петровича... Пушкин. Да, спрывался Пушкин. Первый раунд отыгран. Лидирует пока Константин. Мим. Матрица инициальная из трех слов. Стишки. Сейчас объясню. Стишки. Будет загадан стишок. В нем надо будет дать два ответа. Два слова. Второе отличается от первого на одну букву. Например, как кот и крот. В чем стишки? Стишки, о чем угодно. А, то есть рифмующиеся должны быть, да? Ну, нет, просто стишок будет прочитан, а вы должны дать два ответа, которые отличаются на одну букву. Сейчас увидите. Редчайшая электронная совершенная собака и так далее принадлежала этому необычному мальчику. Электроник. Это электроник. Это не только слово силы в индуизме, которое широко используется в медитации, но и единица си. По словам Кирилла Бабаева, у некоторых народов Западной Африки, вперед после Первой мировой войны, стали встречаться маски, сделанные из этого. Противогаза. Да. Холодильники серии L-300 этой шведской фирмы впервые были оснащены стеклянными ваннами. Электролюкс. Да. Известность этой группе принесла песня со слегка измененным текстом на стихи. Маша и Медведи. Да. Ого. Есть первая у балерины, а у банкиров их полно. Георгий, два слова должно быть. Пачка и прачка. Пачка и прачка, даже до второго мы еще не добрались. Там стирало всем белье было. Продолжение. Вторая. По состоянию на апрель 2020 года, этот украинский интернет-магазин, который по-словацки звучит как засовка, занимает первое место по количеству посещений. Магазин «Розетка». Первая она была записана в конце 19 века Габриэлем Липманом с использованием артутного электрометра. Электрокардиограмма. Да. Один питает культуриста и мускулистость придает. Второй километр авток 300 диаметром, неж звезд плывет. Георгий. Астероид, астероид. Правильно. Гюго, де Виньи, Бернет и Александр Дюма в своих произведениях писали об этом. Железная маска. Да, об этом узники. Бастилии. В древнегреческом театре не всегда для каждого персонажа использовали отдельную маску. Например, чтобы сыграть этого закомплексованного сына Лая, достаточно. Костя. Эдип. Эдип. Один знаком еще со школы, бэкспейса и дэлит одет. Другого много из-за колы, с ним борются немало Грет. Эластик. Раньше стирали эластиком до Делита и Бэкспейса. Пластик. Чудовище морское греки прозвали метка одного, другое мы тремя морями и обжид греками давно. Кит и Крит. Да. Шаг Плант был первым вратарем. Георгий. Хоккейный вратарь. Вратарскую маску одевал. Я понял, в форму не попал. Был первым вратарем, создавшим и использовавшим хоккейную маску в 1959 году, за что получил от тренера это короткое прозвище. Тренер стал его называть трусом. Георгий, продолжаем. Выставка в Киеве, посвященная 33-летию творчества этого художественного руководителя маски-шоу, названа «Одесский подкидыш». По-моему, моя фамилия была Делиев. Да, это Георгий Делиев. Она долгое время ограждала дочь от внимания противоположного пола, что не помешало актрисе стать самой обаятельной и привлекательной. Мама Ирины Муравьевой. Да, верно. Впервые она прозвучала в пятом эпизоде знаменитой киноэпопеи и, по мнению критиков, является плагиатом «Лебединого озера Чайковского». Костя, мелодия имперского марша. Да. Ругательством один бывает, любитель на лыну повыть, другим на речке называют участок, где не страшно плыть. Это «Пес» и «Плёс». Одной из целей открытия его в 1928 году по ходатайству Бехтерева было подтверждение гениальности «Московский институт мозга». Да, 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 первое слово я не услышал. В 1983 году в Аконоганском колледже прошло первое в мире состязание молодых инженеров по строительству их. Спустя два года стали проводить чемпионаты мира. По условиям соревнований он должен быть не тяжелее 750 грамм и выдерживать максимальную нагрузку. Стали строить мосты из макарон. Тут можно в этой теме давать на русском и на английском языке. В этом городе только 30% верующего населения исповедуют христианство. Остальные 70 – мусульмане. Назарет. Это Назарет. Достоверных сведений об использовании этого пыточного инструмента в Средние века. Я жму-жму, а чё ж так? Костя опережает. Айр Мэйден. Да. Видно, срабатывает Константин быстрее жмёт. Он – органист в цикле произведений Стивена Кинга «О тёмной башне» и смежных произведениях. Однако лично появляется только в последней книге серии. Это Кинг Кримсон или Алый Король. Его маршрут, начавшийся в Пешеваре, должен был проходить над Челябинском, Кировом, Мурманском и закончиться в Норвегии. Два. Два. Ютуб. Самолёт Пауэрса. Этот русский женский журнал ежегодно издавался в Санкт-Петербурге и Петрограде с 1885 по 1918 год. Издатель ставил целью, чтобы журнал сообщал о новейших парижских тенденциях одновременно с тамошними журналами. Европа, что ли? Нет, это Депешмод. Вестник моды назывался по-французски Депешмод. Так, два раунда разыграно Константин. Продолжает лидировать. Тореадоры – это висельная. Слова надо будет составлять из букв этого слова. Иван начинает. Его другое название – оголовок. А используется он для распределения нагрузки на шею и плечи лошади. Хомут. Хомут. Разрушение первого Иерусалимского храма Вавилонским царем является сюжетом этой оперы Джузеппе Верди. На Бука. На Бука или на Уходоносор. Изучение ее равноценное использование. Торы. Тора, да. Подписанное 13 июля 2010-го соглашение между США и Россией исключало возможность усыновления российских детей такими американскими. Однополыми. Да. Однополыми семьями. В контролирующие Нью-Йорк пять семей итало-американской мафии входят Банана, Гамбина, Дженовезе, Лукезе. И это фамилия которой совпадает с киношным? Карлионы? Нет. С киношным любителем сигар и плащей. Ну тогда Капоне. Нет, не Капоне. Капона плащей не слышал, чтоб любил. А вот знаменитый лейтенант Коломбо любил и то и другое. За пятнадцатилетнее существование партии «Семья прежде всего» три ее члена избирались в этот сенат, в котором каждый из шести штатов представлен 12 сенаторами, а каждая территория двумя. Вот ведь и страну надо назвать со штатами и территориями. Ой, зачем он нажал? Ставили. Чтобы дать правильный ответ. Не знаю, что вставили. Вставили из штатов, ну ладно. Есть. Семейный цирк и зарисовка. Это авторские варианты названия песни. Это Высоцкая диалога телевизора. Жалко, не попал опять в Георгий форум. Первое известное исполнение которой было в январе 73-го года в Ленинграде. Первая строчка из песни звучит так. Ее мало вообще кто берет, Георгий. Чуть-чуть. Да, я знаю, наизусть ее. Да, чуть-чуть бы позже и было бы плюс 400, конечно. Я нажимаю, нет. Костя. Нет, нет. Из фотографий солнечной системы, которые сделал 14 февраля 90-го года Voyager 1, был создан снимок, на котором видны Солнце и все планеты, кроме неразличимых в таком масштабе Меркурия и Марса. Снимок назвали «Такой он». Другой такой он – это картина Анри Матисса 1911 года. Тема семейная. Семейный портрет. Область неба, в которой наблюдается наименьшее количество нейтрального водорода, называется она Локмана. Знаменитым им можно назвать, например, Перикла, Демосфена, Сократа, Кантона Старшего, Гракха. А слово «он» буквально означает «проситель». Костя. Аратор. Да. В поисках актеров для этого фильма Андрея Прошкина создатели картины объехали практически всю бывшую Советскую Азию и Монголию. Орда. Орда. Нафталиембер в стихотворении «Наша надежда» вспоминает двухтысячелетней надежде быть свободным. Стихотворение легло в основу гимна этой страны. Израиль. Организованный в 83-м году оркестр из Саратова, возрождающий старые джазовые партитуры 1940-х годов в естественном акустическом звучании, получил это название. Ретро. Совершенно верно. Его относят к классу «Пони Кар». Кроме того, для него используется специальная эмблема, а не фордовская. Форд-Мустанг. Да, это «Мустанг», у которого свой логотип. О нем писал Маяковский. Пел «Калинов мост», а питерский СКА выбрал маскотом. Конь-огонь. Да. Считается, что они получили свое название из-за одного из вариантов имени Джек. Джекей. Картина «Шорник» принадлежит перу сына этого скульптора, уроженца Санкт-Петербурга. Клодик. Да. Клод. Родоначальником евреев, как и арабов, считается этот сын Ноя. Костя. Сим. Сим, верно. Фильм «В поисках Идиша» рассказывает о том, как известный Барт Александр Городницкий едет на родину своих предков, уничтоженных, вероятно, и, вероятно, захороненных в этом белорусском областном центре. А, хаты. Хатынь, по-моему, не областной церкви. Гродно. И не Гродно. А, я знаю, да. С захороненных могилой. Бамин. Небольшая подсказка была. Еврейский праздник Шаббот в переводе означает «7 недель» и связан с этим христианским праздником. Троица или Пятидесятница. Эта страна на иврите называется Сфарад. А из России в нее можно попасть, в том числе, благодаря Буэлин Эйрлайнс. Это Испания. А, Сефард. Да. Согласно греческой мифологии, надежда, единственное, что осталось... Да, Георгий? На дне ящика Пандоры. Совершенно верно. В январе 2020 года шоумен Рустем Солнцев заявил о драке между этими двумя уже немолодыми надеждами. Ну, может, бабки на икады шоу. Да. Статья о ней на одном из сайтов называется «Маленькая коммунистка, которая никогда не улыбалась». В 2006 она вошла в десятку величайших граждан своей страны, а известность получила в 1976. Я думаю, никто не ответит. А, да. Это румынская гимнастка Надя Каманечи. На марафоне «Немцов мост» именно он исполнил песню «Надежда, мой компас земной». Перед исполнением он произнес речь на русском языке и назвал песню одной из любимых с детства. Это лидер Океана Эльзис, это Слава Корчук. Так, всем спасибо. Отыграли вторую игру. Победил у нас Константин 5200. Увидимся еще трижды. Всем спасибо за игру. Всем пока. Спасибо.